Приветствую вас, поздравляю с новой торговой неделей. Насколько она прибыльной будет, посмотрим. Нужно понимать, что в конце недели у нас 25 заседание по ключевой ставке. Прогнозы предварительные, пока неутешительные. Ну, посмотрим в любом случае, торгуем по факту. Единственное, что хотел бы предупредить, вот в преддверии заседания ключевой ставки не стоит заходить здесь в рынок на все плечи. Поэтому торгуем осторожно. Сегодня с вами рассмотрим торговые идеи и точки входа на акциях, фьючерсах и крипте. Естественно, также рассмотрим те вопросы, которые задают подписчики в телеграм-канале. Подписывайтесь или по QR-коду, или по ссылке в описании. И там в телеграме можете задавать вопросы по интересующим вас активам. Обязательно рассмотрим. Поехали. Первым делом фьючерсы. Фьючерс на индекс Мосбиржи. Торгуются сейчас в зоне сопротивления 281, 282, 950 и верхняя 288, 800, 290, 800. Что здесь будет? Здесь рассматривать вот разворот в этом локальном боковике. А это у нас боковик. Можно только вот при таком сценарии. Или нальют объем, снесут стопы, может быть уйдут даже ниже вот этого вот продавца. Вот при таком сценарии можно смотреть лонги. Или также прямо с утра выведут цену выше. И с ретеста тот же самый сценарий. Дальше. Доллар-рубль. Ситуация похожа. Также торгуемся в зоне интереса 94,374, 94,839. Сейчас если покупатель покажется. Вот у меня стоит аллер в районе 95. Что значит покажется? Вот так вот выведет цену. Здесь уже с ретеста будем смотреть лонги. Выведут далеко за зону стопов. Начнут сливать вот таким вот образом. Другая история. Следующий. Юань-рубль. Также фьючерс. В зоне интереса 13,312, 13,377. Сейчас цену остановили. То же самое интересует выкуп. Не будет выкупа. Вот такого. Вполне вероятно будем запиливать даже ниже. Выкупят. Отлично. Придет объем. Покажут, что цена интересна покупателю. Будем торговать в боковике. Фьючерс на евро. Пропилили зону интереса 102,400, 102,00. Но остановили и... Конца остановки-то я здесь не вижу. Здесь хотелось бы ретест. 100, 926, 101, 378. Но также, если как и на долларе. Вот сейчас пошла у них раскалеряться немножко. Выведут цену выше. 102,5. У меня здесь стоит альер. Здесь уже можно будет рассматривать какой-то... Лонг. Выведут цену ниже. В район 101,01,378. Вот здесь будем рассматривать тот же лонг. Дальше. Нефть марки Brent. Остановили. Долго топтались. В зоне интереса. 73,429, 74,762. Здесь самый вероятный сценарий. Естественно, это шорты. Не уведут цену слишком высоко. Здесь будем рассматривать шорт. И вот интересная песня. В район 75 выведут цену, да? И здесь уже будем рассматривать лонг. Здесь все зависит от покупателя, который... Если придет, отлично. Не придет, начнут сливать дальше в район 70. Золото. Фьючерс на золото. Зона интереса. 2,731, 2,738. Заметили, наверное, да? Как золото растет, и нефть падает. И наоборот. Поэтому начнет нефть отскакивать. С ретеста вот этой зоны. Можно посмотреть будет лонги. Очень интересная точка входа здесь. Но опять же нужен покупатель. Серебро. Базовый актив. Очень высоко вывели. Кто-то ведь здесь покупает. Вот видят, растет. Да, вот влетают, вылетают. Ну, не стоит этого делать. С ретеста подешевле, да? Можно купить. Я понимаю тех людей, которым хочется прямо сейчас заработать. Но в основном они попадают на стопы вот в таком разгоне. Да, с ретеста можно будет смотреть лонги. Будут выводить слишком низко цену. Другая песня. Индекс S&P 500. Цена зажата в двух алертах. У меня два, пять. Здесь зона интереса. Пять восемьсот шестнадцать. Пять восемьсот тридцать. И верхняя. Пять восемьсот семьдесят семь. Пять восемьсот восемьдесят шесть. И восемь. Выводят цену выше. Вполне возможно на стопах вот этих вот товарищей. Полетим дальше. Здесь будем рассматривать лонг. Начнут сливать. Можно посмотреть здесь шартовую ситуацию какую-то. Но намного вот интереснее. Пять восемьсот двадцать. И здесь уже следующий лонг. Евро-доллар. Пилят здесь неинтересно. Вот идет. Цена идет на ретест. Один. Ноль семь семьдесят восемь. Один. Ноль восемь два нуля. Посмотрим. Как будут здесь развиваться события. Подойдет цена. Нарисует объем. Покажу, что здесь интересно торговаться. То есть будет продавец. Будем дальнейшие шарты рассматривать. Но очень сильно слили. Да. И вполне вероятен. Вполне вероятно остановка. Выше. Выше. Где вот это будет остановка. В любом случае смотрим, как встречают в интересных зонах. Следующая акция. Сбер. Зона интереса. 254.58. 256.91. И верхняя. 264.87. 266.73. Здесь сейчас с утра наливают. Ну вот. В преддверии ключевой ставки. Еще в начале недели. Вторник. Среда. Еще может быть что-то там. Можно будет поторговать. Дальше уже. Не знаю. Посмотрим. Выведу цену в 258. Посмотрим с какими-то короткими целями. Лонг. Будут уводить. Без конечно сноса стопов. Если не будет здесь ложного выноса какого-то. И как его там. Каждый по-своему называет такую ситуацию. Будет другое. Газпром. Зона интереса. 134.05. 135.04. Вот у нас рынок и на росте нефти. И Газпром подтянул в основном-то. В принципе в ожидании повышения еще ключевой ставки. Рынок бодро держится. Я вам так скажу. Здесь. Не видно еще покупателя. Будет покупатель. То есть нальют объем. Можно посмотреть дальнейшие лонги. С какой-то целью. 141.142. Посмотрим. Нужно смотреть что будет здесь в зоне. 134. Сургут. Нефть и Газпреф. Здесь вот более интересная ситуация. И движение может быть хорошее. Особенно если и нефть развернется. Хотя бы локально. Выход за 56.530. Ретест района 56. Будем смотреть лонги. Здесь в принципе потенциал хороший. Главное чтобы не увеличить цену слишком низко. Лукойл. Так. Лукойл. Неинтересно. Мечил. Ну. Мечил кто заходил. Я же показывал вам эту точку входа. Поздравляю. Сам не зашел. В пятницу я очень редко торгую. Неинтересно. Переносить сделку. Во-первых. Через ночь. Во-вторых. Мелкие какие-то движения брать. Тоже. Не. Я захожу по факту. Поэтому наверное зарабатываю намного больше. Чем иногда бывает какой-то стоп. Вот. Про ретест зоны 106-107. Здесь вот. Посмотрю. Какой-то короткий лонг. В район 112. Будут цену сразу выводить высоко. Будет неинтересно. Может и выведут выше. Но все равно с ретеста только заходить. Роснефть. Подписчики обсуждали в телеграм-канале. Поэтому еще раз напоминаю. Подписывайтесь. Здесь. Давайте дневку посмотрим. Тренд нисходящий. Никто ничего еще. Никого не остановил. Здесь самый интересный вариант. Естественно. Шорты. 490-487. Зона интереса. Вот если выведут выше намного. Здесь уже можно будет какие-то вот рассматривать. микроскопические движения от этой зоны в лонге. И точно так же. Выведут выше. Но нальют объем. Здесь. Тогда мы увидим. Что здесь вот защищает кто-то свою позицию. И дальнейший шорт. Что вот. Самое такое вероятное. Следующее. Крипта. Биткоин. В мощном таком нисходящем канале торгуется. Пока остановки не видно. Сейчас подошли. Во-первых. И верхняя граница канала. 69.157. И 69.861. Но пока не видно здесь реакции. Вот на. Вот эту зону интереса. Посмотрим. Так. Часовик давайте включим. Она есть. Реакция. Но она невнятная. И вот такая вот. Небольшая какая-то реакция. Движение нисходящее. Вот будет выход в район 68. Да. Уже здесь вот с ретеста можно будет посмотреть. Какой-то шорт. В рамках вот этого нисходящего боковика. Будут выводить намного выше. Здесь уже на расторговке будем смотреть. Лонг. Все очень просто. ВСИ Эйч. Зона интереса. 374.7. 383.1. Также здесь смотрим на биткоин. Будет выход выше. 380. Здесь будем рассматривать. Лонги. Но очень осторожно. Здесь покупателя должно быть много. Потому что. Вот. Впереди да. Были такие проторговки. Кто-то здесь есть. А так вполне вероятно на стопах можем полететь наверх. Также с ретеста осторожно можно будет входить. Эфир. Зона интереса. 2.647. 2.669. С ретеста этой зоны. Также будем смотреть. Приходит покупатель. Вот его здесь много было. Налили. Нужен ретест. Здесь заходить уже поздно. Также будем рассматривать лонг. Если цену не будут уводить ниже. Там в район 2.600 и так далее. На этом на сегодня все. Всем удачи и попутного тренда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова